Здравствуйте, я Антон Исаев, а собственная персона сегодня предприниматель, член общественной палаты города Андрей Батурин. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы работаем в прямом эфире, и вы можете присоединиться к нашей беседе, задать свой вопрос нашему гостю, можете по телефону, который вскоре появится на ваших экранах. В нашем городе недавно прошел первый урбанистический форум. Можете вообще рассказать, что это такое, почему вот родилась такая идея проведения этого форума? Да. С 22 по 24 апреля проходило большое мероприятие, которое состояло еще из трех больших мероприятий. Все это было закручено вокруг популярной ныне темы урбанистика. Это некое междисциплинарное понятие, объединяющее в себе архитектуру, социологию и прочие узконаправленные науки, которые применяются при исследовании городов, при жизни в городах. Урбанистика такое понятие, которое рассматривает город как систему. И процессы, которые происходят в городах, как системные, так и несистемные явления какие-то. А вопрос был? А почему родилась идея этого форума? Почему вы решили поговорить об урбанистике в Нижнем Тагиле? Ну, вообще идея рождалась, наверное, очень долго. Это где-то в течение трех лет происходило. Потому что в процессе деятельности, если она связана как-то с обществом, с культурой, с молодежью в том числе, натыкаешься на какие-то непонятные тебе сначала проблемы. Например, первая проблема, с которой я столкнулся, я везде об этом говорю, это миграция молодежи в региональные центры. Когда начинаешь разбираться, ну, как можно исправить эту проблему, как можно решить, видишь еще, видишь уже не какое-то конкретное решение, а еще целый ряд проблем. Здесь приходит понимание, что все, что происходит, это некая система, которая работает так. И поэтому нужно немножко взлететь над этой ситуацией, да, куда-то отдалиться от нее и посмотреть со стороны на то, как работает вот эта машинка, которую мы называем городом. Вот. И, ну, собственно говоря, приблизившись вот к этому пониманию, да, заинтересовался урбанистикой. Тем более, сейчас я повторюсь, что тема очень модная, такая популярная. Ну, я посещаю различные мероприятия, семинары, лекции в течение полутора лет уже. Вот. Ну и захотелось, вот появилась возможность вытащить сюда эксперта из Москвы и поделиться с тагильчанами информацией. Ну, вот расскажите, кто принимал участие, кого приглашали, вот поподробнее. Вообще, приглашения были рассчитаны на представителей трех основных городских сообществ. Это администрация, бизнес и городские активисты. Приглашения были у меня как точечные, а по фамилиям, да, надо перечислить. Можно, можно, да, то есть это не страшно. Ну, в принципе, всем руководителям структурных подразделений администрации были разосланы приглашения. В бизнес мы зашли немножко по-другому, то есть через знакомство, да, то есть какими-то личными связями, контактами. Через социальные сети и, опять же, через знакомство выходили на вот этот третий субъект, на городских активистов. Ну, вот. Вот вы сказали, эксперта приглашали из Москвы, кто это был? Да. А это был Святослав Мурунов, это достаточно популярный урбанист. Читает он свой авторский курс. Сейчас программу обучения для Сколкова, вот по программе, там, диалог 319, там, территория опережающего развития, вот, все вот это хозяйство. Для моногородов программу будет писать как раз он в команде. Это человек, который изучает города, подходит к этому системно, потому что первое образование — это системный анализ, это математик, изучающий города. Интересный такой синтез. Вот. Делают это давно. Мы тут насчитали, что за последние три года он посетил более 400 городов, такой гражданин, гражданин мира, вот, на всем постсоветском пространстве. Вот именно он и проводил, ну, являлся модератором форума на протяжении всех трех дней. А какие мастер-классы он проводил, то есть как-то вот работал не только лекциями? Да, давайте я расскажу тогда. То есть было три составляющих, три больших составляющих вот этого форума. Первые два дня — это были занятия, это были лекции на тему перезагрузки постсоветского города. То есть, как правило, сначала шла некая теоретическая часть, методология непосредственно от автора, но все это было в процессе живого диалога. То есть постоянно выдергивались какие-то реальные факты, да, существующего города. И это давало понимание, что есть в этом городе оригинально, а что системно. То же самое, что происходит во всех остальных городах, да, информация о которых мы так или иначе можем обладать. Вот. Ну и плюс были практики, были даны модели по генерированию идей, модели по социальному проектированию, то есть как можно собраться всеми сообществами, да. Люди, которые ходят абсолютно разными дорожками, но живут в одном городе, и город — это как раз то, что их объединяет. И как этим людям прийти к диалогу. Оговаривались, ну, совершенно новые подходы к социальному проектированию, к организации. Во-первых, это отход от понятной всем вертикали, в которой мы воспитывались, да. Это система горизонтальных отношений, в которой нет главных, в которой каждый человек отстаивает свою личную ценность. Вот здесь на теме города очень хорошо можно зацепиться, потому что город все-таки — это такое общее понятие. И у каждого есть свой взгляд на будущее, на развитие в этом городе. Вот. Оговаривались также такие важные вещи для организации планирования совместного, как модерация и рефлексия, что нужно обязательно получать обратную связь с людьми, с которыми мы только что работали. Генерация идей. То есть все это было в модели. Теперь мы знаем, как это делается. Мы попробовали, да, мы знаем, на что способны люди, которые участвовали. То есть, в принципе, мы сейчас готовы работать вот в таком неком новом формате. Не когда начальник сказал «садим елочки» и все побежали садить елочки. Вот. То есть уже взаимодействие по горизонтали. Да, да. Затем у нас было второе мероприятие, оно было так вшито в этот форум, его не было в официальной программе. Это была «Ночь городских сообществ». Она прошла в Музей природы, Верхнепровианские склады, и там мы собирали городских активистов. Какое-то время до форума мы составили реестр городских сообществ. Это люди, которые так или иначе проявляют себя в жизни города какими-то событиями. Как правило, это люди, у которых нет времени регистрировать некоммерческую организацию, но и деятельность их сейчас не настолько широка, да. Это люди, которые работают за счет собственных ресурсов, и вся их деятельность видна на некой такой, знаете, пиковой шкале, получается. Какое-то время они копят ресурсы, потом раз, такая выставочка организовалась, да, если говорить, допустим, про художников. Или ребята, которые закрашивают распространенные надписи на фасадах, да, то есть это люди, которые работают по запросу. Вот. Очень интересно, порядка 60 человек, многие увидели друг друга впервые, многие познакомились, были интересные цитаты. Вот ребят, художники из Гальянки, из Кубивы сказали, наконец-то я увидел, что в городе есть живые люди. Ну, конечно, они там где-то в гаражах сидят около карьеры, им вообще сложно оттуда видеть других людей, что кто-то еще чем-то занимается. И третье мероприятие, воскресное, прошло 24 апреля, это был мастер-класс для девелоперов, как строить, чтобы покупали. Там речь шла вообще о развитии города, от того, что пора уходить от той модели, что строим подешевле, да, лишь бы побольше продать. Ну, и весь посыл был направлен на то, что хватит строить эконом, давайте строить город, в котором хочется жить. Вот нам поступил уже первый вопрос от Артема Эдуардовича. Как отреагировала администрация Нижнего Тагила на проведение форума? Администрацию, изначально я администрацию вписал в список организаторов, потому что я, лично я держал контакт постоянно с Андреем Евгеньевичем Лендой. И, а поскольку работы у него очень много, как я выяснил, в процессе подготовки к форуму, я звонил ему ночью. Он мне прям говорил, ты мне звони ночью, и я звонил ему ночью. Вот мы так по ночам созванивались, и все вопросы обсуждали. Администрация предоставила нам замечательное помещение, это конференц-зал гостиницы «Паркин». Вот, ну и, ну полностью от и до, то есть, как бы, вот мы с ним вдвоем прошли этот... То есть, министрация города не открестилась, а только забыл? Конечно, нет, тем более, вы знаете, ведь Сергей Константинович недавно был, это было, по-моему, январь-февраль, конец января, начало февраля. Он был в Сколково, как раз вот там мэры 319 городов собирались. И, в принципе, те же лекции, тот же самый Святослав Мурунов, то есть, эта тема знакома представителям администрации, да, а кто-то в ней уже и разбирается. Еще один вопрос от Валерия Викторовича, правозащитника. 60% населения города интересен ли, так, интересен ли вашему, ваша инициатива 60% населения города, вот так я бы сказал. То есть, простые тагильчане приходили к вам на форум? Так, смотрите, если вот этот вопрос про простых тагильчан, то, конечно, да, и было их очень много. И тут, наверное, знаете, все равно, раз форум проходил, ну, большей части в выходной день, да, я думаю, любой человек, неважно на какой должности он работает, неважно из какого города или страны он сюда приехал, да, но любой человек, который посетил это мероприятие и принял в нем участие, это человек, который думает о развитии, думает, представляет себя в этом городе, в будущем этого города. Вот, поэтому я всех и себя в том числе расцениваю как простых тагильчан на этом форуме. Ну, приходили, интерес был. Да, а про 60% вот я не понял. Я вот, если честно, тоже не особо понял, но вот вы сказали о перезагрузке вот советского города, постсоветского города, вот что вот, и сказали, что есть нечто типичное, то, что есть в каждом советском городе, есть нечто уникальное. Вот что типичное советское осталось в нашем городе, а что уникальное, по вашему мнению? Ну, смотрите, по поводу типичной модели, здесь стоит обратить внимание, в принципе, эти лекции есть в интернете, если кому-то интересно, можно будет посмотреть Святослав Мурунов или трехслойная модель города. То есть, все типичное, да, оно везде одинаково. То есть, у нас есть администрация, как некий центр принятия решений, как единственный субъект, который сейчас, ну, так или иначе, принимает решения и пытается наладить некое стратегическое планирование, там, развитие города. То есть, все эти вопросы поднимаются вот именно этим субъектом. Есть промышленность, крупный бизнес, который после 90-х годов вынес центры принятия решения, как правило, за город, в котором находится производство. Или вообще за пределы страны, что тоже не редкость. И поэтому в социальной жизни города, ну, как таковое участие, ну, принимается, но не настолько ярко, насколько это было там, ну, скажем, в 60-х, 70-х годах, да? Вот. Я совсем потерял нить разговора. А, ну, вот да, то есть, вот эта модель, это типичная, то, что существует в каждом городе. И есть некая проблема, когда люди, которые не смотрят вперед, там, на какие-то годы, да, а живут от зарплаты до зарплаты, например, да, не успевая принимать вообще все перемены, которые происходят там в стране, в мире, в информационном пространстве, получают разную информацию. И вот бывают такие вбросы, которые явно негативно отражаются, да, ну, стоит, наверное, почитать там любой информационный портал Нижнего Тагила, да, и под любой статьей мы видим целую такую библиотеку троллинга. Вот. А есть люди, люди, ищущие выход, все равно человек всегда ищет более комфортные для себя условия, да, и эта ситуация, в принципе, тоже типична. И люди, ищущие, люди, читающие, люди, которые ищут информацию, это есть некие точки роста, люди, которые готовы действовать. Что не типично, да, тут, наверное, мое мнение как-то гельчанина будет очень похоже на мнение всех остальных. Что впечатлило, допустим, наших гостей московских, да, впечатлило, во-первых, ландшафт, потому что он есть, потому что он интересный. У нас есть вода. Вода — это всегда некий центр притяжения, и тагильский пруд, вокруг которого выстроен город, это очень интересная штука. Впечатлила история этого города, потому что город, ну, далеко не молодой. Город у нас ровесник Питера почти. Впечатлила история, впечатлила архитектура, есть некие нетипичные моменты. Был интересный случай, когда мы гуляли по городу, по центру мы гуляли в первый день, и ребята заметили вот эти изображения над ЗАГСом и по улице Ленина, не помню номер дома, рядом с Горным колледжем. Начали фотографировать, сразу же отправлять в интернет и прочее, прочее. И я говорю, а что такого уникального? Они говорят, слушайте, ну у вас, мы хотим магнитики купить с этими изображениями. Я говорю, а почему? Они говорят, потому что советского монументализма, его осталось крайне мало, и это очень хорошо, что у вас это уцелело. То есть, вот мы, говорит, шли только что по набережной, по таким набережным мы уже ходили. Через один город они, ну есть, да, такие набережные. А вот эти вот штуки, они не везде сохранились, поэтому вот это то, что надо беречь. Спасибо вам большое, мы прервемся на пару минут рекламного блока. Ян Панай, мы работаем в прямом эфире, и мы ждем ваших звонков. Увидимся через пару минут. Программа «Собственные персоны» продолжается. Я напоминаю гость нашей студии, предприниматель, член общественной палаты города Андрей Батурин. К нам поступил вопрос от Алены Решетниковой. Проводились ли какие исследования городской среды нашего города? Проводились ли исследования в рамках форума, например, либо подготовки к форуму? В рамках подготовки к форуму проводились исследования. Это составление реестров, городские сообщества и креативный бизнес, как основные точки роста, перехода в некую такую постиндустриальную формацию. Сейчас, на лето, мы планируем провести комплексные исследования, которым активно будем приглашать к участию и студентов, и всех неравнодушных людей, которым интересно посмотреть на свой город немножко с другой стороны. Вопрос от Юрия Александровича. Будет ли проведение форума постоянно или это разовое мероприятие? Вообще, есть идея сделать еще один форум. Я про нее никому не говорил, но сейчас немножко, может быть, скажу, но это нужно будет все равно все обсуждать. И в любом случае, всерьез говорить об этом раньше осени, наверное, не станем. Потому что прошедший форум дал очень много задач, с которыми еще предстоит справляться. Это форум, который коснется темы геоурбанистики. То есть, помимо того, как живет один город, как взаимодействуют другие города. На самом деле, нам эта тема очень сильно близка, потому что больше 40 городов в Свердловской области, мы все принадлежим одному субъекту, и отношения друг между другом, наверное, не самые лучшие. То есть, мы зачастую не знаем, что там происходит в Каменске-Уральском, в Северо-Уральске. То есть, это безумно далеко от нас, да, и мы никогда там не были, а там ведь есть своя жизнь, там что-то происходит, и мы могли бы быть полезными друг другу, в том числе и на уровне области. То есть, получается, это взаимодействие по горизонтали, но уже в более больших масштабах. Да, ну вообще, я, ну, такие вот мысли у нас промелькивали, что сделать форум, не оперировать словами геоурбанистика и так далее, только где-то в программках уже, где подробно расписывать, ну, а вообще, союз малых городов области. Вопрос от Алексея Владимировича. Можешь ли посоветовать кого-нибудь из авторов почитать вот на тему как раз урбанистики, вот, поскольку мы сегодня называли специалистов, может быть, назовете еще кого-нибудь? Да, обязательно. Вячеслав Леонидович Глазачев, это мэтр. То, что очень применимо к России, к российской действительности. Много книг есть, доступны в интернете, доступны на Озоне, можно и так скачать. Ну, я бы посоветовал купить, конечно. И Святослав Мурунов, если кому-то ближе формат записей, лекций, то, наверное, так будет проще. Вопрос еще от телезрителя. Как можно поучаствовать в урбан-движении? То есть, как-то вот можно влиться в вашу команду таких активистов? Да, если говорить о центре прикладной урбанистики, то есть, это некое сообщество, о котором мы договорились на этом форуме, то в ближайшее время мы начнем выкладывать информацию в интернете. Ну, в принципе, несложно будет это найти. У меня на странице, также я постоянно пишу во все СМИ, то есть, если где-то появляется окошко под эту информацию, то ее обязательно выкладывают, то есть, можно будет смотреть там. Помимо этого, есть большие ресурсы, тоже вот, ну, как совет, наверное, да, есть очень хороший ресурс информационный института «Стрелка», это институт урбанистики московский. Также есть ресурс, который был создан студентами «Стрелки», «Вектор». «Вектор» — это онлайн-школа как раз-таки по урбанистике, то есть, там стоят буквально какие-то там смешные деньги, около там 4 тысяч рублей в год. Но это большой интенсив, которым этим можно заниматься. Еще одним направлением вашей деятельности является общественная палата города, в которую вы входите. А, да, есть такое. Какие задачи вы ставите перед собой в рамках общественной палаты, в рамках этого органа? Знаете, общественная палата, вот, на данный момент я пока не вижу каких-то конкретных результатов, да, нашей деятельности. Но я очень сильно верю вот в этих 18 человек. Потому что когда я только увидел систему, по которой она выбирается, да, когда я только увидел, какие люди в нее входят, у меня появились очень большие надежды, появились, ну, именно глядя на вот этот новый субъект. Потому что люди, которые туда вошли, это люди, как правило, состоявшиеся в каком-то своем деле, увлечении, бизнесе или там профессиональной деятельности, да. Люди, которые чувствуют себя тагильчанами, люди, которые могут честно говорить про город и про его развитие. Вопрос от Евгения Семеновича. Рассматривает ли члены общественной палаты частные обращения граждан? Какие-то уже были? Вы знаете, общественная палата это орган совещательный скорее. Да, конечно, мы будем рассматривать, если они будут поступать. Но полномочий, как таковых, у общественной палаты немного. Тем не менее, да, то есть это можно к Сащенко Татьяне Валентиновне, вот на данный момент, насколько я знаю, да. Я думаю, что мы через какое-то короткое время выйдем все-таки на форму обращения, скорее всего, через официальный сайт, чтобы не плодить ресурсы, да, не занимать домины. Их и так осталось мало. Вот, и сделаем, ну, какую-то удобную форму обращения, чтобы не бегать с бумажками, а обращаться прям непосредственно к каждому человеку. А вот вопрос, будет ли какое-то медийное пространство в СМИ у общественной палаты? Медийное пространство отдельное? Да, отдельное. Наверное, все зависит от количества проделанных дел. Если их будет очень много, и это будет идти в разрез с новостной лентой на сайте администрации города, то, конечно, почему бы нет? Это сейчас несложно делается. Вопрос от Сергея Александровича. Как вы относитесь к отсутствию скамейки и лавочек на улицах нашего города? Это, наверное, возвращается к теме урбанистики. Давайте вернемся. Как отношусь? Ну, чем меньше городской мебели, тем меньше люди на улице проводят времени. Это логично. И вопрос даже не в их количестве, а вообще в их качестве и в том месте, где они стоят. Вот именно по этому поводу городские исследования у нас начнутся как раз-таки с центра города, с тех мест, где люди любят гулять. И это не обязательно организованное общественное пространство. Это могут быть неформальные общественные пространства. Какие-то дворы, где хоть ставьте вы лавочки, хоть не ставьте, там все равно будут пересекаться какие-то маршруты и собираться какие-то люди. Это все тоже общественное пространство, и к ним нужно подходить с умом. И организовывать их так, чтобы это устраивало все стороны, которые так или иначе задействованы в этом пространстве. Есть такое расхожее мнение, что урбанистика, это все-таки относится к более крупным городам, мегаполисам, а ниже Тагиловский город маленький. Вот вы поддерживаете эту идею, что в маленьких городах нет урбанистики? Или все-таки это стереотип абсолютный? Вы знаете, урбанистика это вообще такое чисто русское понятие. На Западе нет такого понятия и созвучного слова. Да, говорят там, urban planning это о городском планировании, а урбанистика, ну это же великий и могучий русский язык, мы решили вобрать в него еще больше. Поэтому это все, что имеет отношение к городу. Все-таки Нижний Тагилов не самый маленький город. У нас все-таки еще осталось 350 тысяч человек, даже чуть-чуть побольше. И поэтому это город, город, который требует к себе особого внимания, изучения, вовлечения всех субъектов, проживающих, либо ведущих деятельность на этой территории, всех субъектов, объединенных этой территорией. То есть сейчас та ситуация, когда уже пора. Мы знаем динамику, мы знаем о демографическом спаде, постоянном, да, с 89-го года. И понятно, что город требует ремонта. Это я прочитал, чья цитата относилась к другому городу, но я думаю, что на Нижний Тагилов ее также можно переложить, что город это машина, которую нужно чинить, а не тюнинговать. Ну и последний вопрос. Как вы считаете, какая самая сильная сторона Нижнего Тагила именно как города, как некого феномена? Любой город силен своими людьми. Люди, которые живут в этом городе, только люди. Это и есть непосредственная точка роста и развития. Спасибо вам большое за то, что пришли к нам в студию. Вам остается только попрощаться. До свидания. Всего доброго. Продолжение следует...